Губернаторская премия «Наше Подмосковье» присуждается за реализованные и реализуемые социально значимые проекты на территории Московской области. В Ленинском районе лауреатами премии стали 44 человека. Среди них Владимир Ивлев, руководитель военно-патриотического клуба «Застава». Наш корреспондент Екатерина Чернышева встретилась с победителем. Подробности далее. Из молодежно-поискового отряда до военно-патриотического клуба. Вот уже 20 лет «Застава» ведет большую работу в двух направлениях. По поиску солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, и по допризывной подготовке молодежи. Воспитанники клуба подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В первую очередь военный, так говорит о своем центре его руководитель Владимир Ивлев. А значит, в основе работы дисциплина. Однако дети сами идут в клуб. Сейчас воспитанников порядка 40 человек. И 20 человек – это уже такой костяк жесткий. То есть ребята, которые уже больше года в клубе, которые уже много умеют, уже прошли несколько поисковых экспедиций, соревнований, участвуют во всех мероприятиях. Это те ребята, которым очень-очень нравится. Ну и 20 новичков, которые еще определяются, ходят на занятия, ну, смотрят. А посмотреть есть на что. Как говорят сами воспитанники, существует в их работе некая романтика. Правда, суровая и не всем подходящая. Поиск тел погибших – благородная миссия, которая для них стала просто образом жизни. Экспедиции, организуемые руководством клуба в различные области нашей страны, только на первый взгляд просто интересные приключения. На самом деле это тяжелый, требующий большой самоотдачи труд. Новгородская, Орловская, Тверская, Ленинградская, Тульская, Калужская, Смоленская области. Для войны не было границ. Были люди, тысячами павшие на полях сражений. Десятки лет минуло, а безымянные войны так и лежат там, где оборвалась их жизнь. Задача участников поискового клуба – восстановить справедливость и вернуть безымянным солдатам их имена. Без вести пропавшие. Так говорят о своих родственниках те, чьей семье пришла горечь утраты. И через десятилетие телефонный звонок. Здравствуйте, здравствуйте, командир поискового отряда такого-то. Вы такой-то, такой-то, да, такой-то, да. Мы нашли вашего деда. И все, и на той стороне трубки тишина. Бывают слезы, плач, бывает еще что-то. Бывает, кто-то там кричит, зовет бабушку, то есть, который, может быть, это муж ее погиб и так далее. То есть, вот реакция такая. Конечно, потом, когда приезжают, ну, как обычно, слезы. То есть, это естественно. Ну, очень, конечно, много слов благодарности. И, по крайней мере, эти люди начинают верить в то, что поисковое движение – это не просто так. Члены клуба «Застава» могут прикоснуться к истории в поисковых экспедициях. И они готовы делиться своими знаниями с остальными. Много находок попадает им в руки во время раскопок. У руководства клуба не вызывает вопросов, что с ними делать. Дорогами войны – так назвали они свой новый проект. Его задача – увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны. В планах клуба создание музея уже намечен ход работы, мысленно расставлены экспоненты по полкам, составлены темы лекций. Теперь осталось воплотить все идеи в жизнь. Музей нашего отряда, он бы начал рассказ не о том, как началась Великая Отечественная война. Как обычно, во всех музеях, в 41-м году, и начинается. И дети сразу зевать начинают, разбегаются все. А мы хотели начать именно с 94-го года. А как же появился наш отряд? Когда он появился? Почему он появился? Куда была сделана первая поисковая экспедиция? И именно в этом музее сама лекционная часть будет с этого и начинаться. Патриотизм – не просто красивое слово для воспитанников заставы. Владимир пытается донести до каждого, что разговоры о любви к родине не всегда совпадают с действиями. Наверное, начинается оно с маленького, со своей не просто маленькой родины, а даже со своей семьи. Это уважение к своим родителям, бабушкам, дедушкам. Дальше уважение к учителям, уважение к своему подъезду, к своему лифту. Вот вроде бы смешно, но можно жечь кнопки и говорить «я люблю Родину». Плевать где-то там, я не знаю, в электричке, кидать мусор мимо урны и говорить «я люблю Родину». Но получается это не так. Губернаторская премия «Наша Подмосковья» стала высокой оценкой деятельности клуба. Грамота и денежная премия – приятный подарок для заставы. В следующем году наша страна будет праздновать 70-летие Победы. У клуба много планов и задач, воплощение которых избавит историю нашей страны от пробелов, расставляя все по своим местам.